Вначале я прокомментирую работы, которые вы сделали на прошлых вебинарах. Из тех работ, которые вы прислали, конечно. И внимание на экран. Очень благополучная картина. Получилось вот это. Единственное, что здесь сразу раздражает, это слишком ядовитое пятно коричневого. Ему бы стать больше вот таким. Вот таким. Погасить его охрочкой, чуть-чуть разбелым, чуть-чуть синечкой или черным. В общем, погасить его. И вот эта вырезанность. Там подразумевается веточка, но что-то она слишком вырезана. И она, главное, обнимает каркас цветок. Ну, совсем не обязательно. Итак, успокаиваем, успокаиваем. А так отличная работа. Свет, тень выдержаны. Что очень важно. Круг, как у приличного художника. Шар этого вазы. Так что, поздравляю. Может быть, ядовит зеленый. Может быть, ему поддать все-таки чуть-чуть, погасить его, например, чуть-чуть коричневинкой. Это вот прям по-сухому можно доделать, ничего сложного. Так что, как работа высохнет, чуть-чуть коричневинки, чуть-чуть разбелую с сининкой и с акринкой будет вот такая зелень. И вот эту линию, ну, рядышком поставить, ну, чтобы не вдоль. А так молодцом. Так. Ну, видно, что человек еще начинает свой творческий путь. Хорошая здесь, это расставленность цветов. Обычно начинающий расставляет вот так, смотрите. Сейчас, сейчас, вот так. Начинающий обычно расставляет вот такими кругляшками. Ну, а там у нас, ну, совсем не кругляшки. Там есть конфигурации. А это не конфигурация. Так вот, в этой работе есть конфигурация. Чертежи, геометрия достаточно сделанная, что тоже хорошо. Вот. Ну, свет, не знаю, что у вас с берилами, почему свет не ярок. Вот. Хотелось бы его увидеть более ярким. И темные партии зеленого тоже хотелось бы увидеть более контрастными. Солнечный свет, он зелень делает контрастной, яркой на свету. И чернявый в тени. Здесь серенькая в тени, скорее, чем чернявая. Это стоит учесть. То есть, нет этих зайчиков, пронизанности светом. Нет. Просто дождливое утро. Ой, какая классная работа. Это вот только что прислали, да? Она повторилась, да? Нет, нет. Значит. Отличная работа. Ой, какой красивый шар. Молодцом. Зеленый как красиво положил. Или положил. Ну, свет, тень более или менее. Лепка цветов более или менее. Фончики отличные. Отличные фоновые пятна. Ну, цветки можно было бы еще чуть пописать. Вот по сухому можно было бы чуть-чуть еще пописать. Рекомендую. Как раз по сухому это легче сделать. Там подрезали, там добавили, там... Вот это вот невкусно. Вот это вот невкусно. Три подряд листа как-то одинаково по одной траектории. Невкусно. То есть, чуть-чуть где-то... Чуть-чуть пописать. Вот. Потому что очень много хороших моментов. Прямо... Как художник. Моменты работы художника. Кроме некоторых моментов в цветах. Вот эту линию успокоить. Ой. Ой. Да. Ой, сколько. Так. Еще туда. Еще. Вот эту линию успокоить. Что она здесь делает? Успокоить ее. Сделать ее равной плоскости. Так что поздравляю. Так. Ну, здесь я уже высказался, да, что кругляшками не рисуем. Это должны быть конфигурации гипп. То густо, то пусто, то рванно. И вы на образце это можете прекрасно видеть, эту рванность. Цвет-тень не выражены. Где вот эти теневые и дырки света, которые пробились сквозь крону, нету. Геометрию можно было бы поровнее, чуть-чуть поровнее. И тоже свет-тень на геометрии тоже есть, а у нас нет. Вот. Ну, будем надеяться, что в следующих работах проявим себя уже получше. Тоже, а где солнечные зайцы? Как будто я их и не рисовал. Вон сколько их я на картинку смотрю, на мою. Одни сплошные солнечные зайцы. А здесь зайцев нет. Нет тени от этого, а там есть тень. Нет вот этой тени с зайчиками множеством. Вот там глубины не хватает. Ну, сильно не хватает. Слишком постриженный кусок, а тут такая мелкая рябь. Но зато темнота в тени хорошо. И, в принципе, светлая зелень тоже хорошо. Ну и плюс есть конфигурация. Это тоже хорошо. Вот. Вот это странное пятно. Лучше его закрасить. Цветами. Или сделать уже геометрию такой, чтобы на нее было приятно смотреть. Потому что это должен быть фонарь, а не странное пятно в картине. Пока это вообще не фонарь. Субтитры даритал DimaTorzok Субтитры даритал DimaTorzok Продолжение следует...